Начальная шутка была. Мы выходили и говорили, что мы костюмы новые купили. Не, ну как костюмы? Костюм, троечка, жилетка, пиджак, брюки. Мы купили один костюм и разделили его на троих. У Максима была жилетка, у меня был пиджак, а у Гранта были брюки. Вот эту шутку хорошо взял. Посмеялся. Алексей Кривень, Денис Шуренко, Максим Конюхов и Грант Маносян – новые звезды высшей лиги КВН. Команда «Русская дорога» существует три года. При этом юмористический стаж у ребят разный. Среди них есть и те, кто играет больше 10 лет. Заветную путевку в высшую лигу получить было непросто. В сочинском фестивале принимали участие 460 команд со всей страны и даже зарубежья. А оценивали выступления мэтры и президент клуба. У нас единогласно 4 голоса. Да, у нас единогласно, все четверо нажали. А кто был членом жюри? Михаил Гаустян был, Леонид Куприта – это редактор высшей лиги, автор многих сериалов. Александр Васильевич Масляков был и Сан Саныч, младший, получается, Масляков. Ну, Александр Васильевич очень много с каких шуток смеялся. Со всех. Да, со всех даже, наверное. Глава Армавира поздравил ребят с победой и возможностью играть в высшей лиге. Отдельные слова благодарности адресовал руководству и коллективу АГПУ за поддержку талантливой молодежи. Уверен, что у вас на потенциале победы, наверное, когда вы ехали домой, наверное, у вас в голове уже там новые идеи, новые мысли. Как это сделать, чтобы обязательно победить? Я думаю, что основная задача, чтобы было очень смешно, было весело. Самое главное, чтобы это было достойно. Потому что этап, на который сейчас вы уже перешли, это уже совсем другой этап, совсем другие шутки. Ну, соответственно, совсем другие должны быть и номера, ну и все остальное. Теперь перед армавирцами стоят новые задачи. В высшей лиге будут играть 20 сборных. Их поделили на 4 группы. В одной восьмой русская дорога посоревнуется в юморе с командами из Бишкека, Долгопрудного, Уфы и Москвы. Встреча пройдет 11 марта в столице. Дата телевизионной трансляции пока неизвестна. Впереди у ребят серьезная подготовка, рассказал директор команды Сергей Васьков. Работа над играми для эфира Первого канала сильно отличается от привычных этапов. Просто характер работы со всеми ночью, то, к чему раньше мы привыкли. Скажем, даже та же самая первая лига, где играли, она все-таки во многом учебная. Приезжаешь на игру, у тебя сначала 5-6 редактур, то есть работаешь с редакторами, они подсказывают, куда-то направляют, есть время пойти, сутки что-то переписать, переделать, заново отрепетировать, прийти. Ну, готовят финал. Да, да, то есть, по сути говоря, до игры 5-6 раз имеешь возможность что-то переписать, переделать. Здесь теперь все совсем было по-другому, там всего два дня, и дальше начинаются уже просмотры с Масляковым. Стиль, в котором выступает «Русская дорога», по словам самих ребят, рассказы из жизни простых мужиков. Подобного амплуа команда будет придерживаться и дальше. При этом не исключены и новые направления. Сейчас идет разработка концепции и, возможно, сюрпризы. Победное выступление армавирцев в Сочи, которое принесло путевку в Высшую лигу, можно будет увидеть 19 февраля в эфире Первого канала.